Хорошо, спасибо. Внутри, да, в душе, в сердце. Ну, представлюсь, да, меня зовут Хохлова Ольга Николаевна, я кандидат педагогических наук, доцент в Финского университета науки и технологий, семейный психолог, практикующий психолог, психотравматолог, работаю с психической травмой в том числе. Сегодня у нас уже как бы не первый раз, наверное, да, кто-то уже не первый раз со мной встречается, и тема достаточно непростая, которую сегодня мы будем с вами озвучивать и разбирать, да. Звучит она как «Актуальные вопросы полового воспитания в детском саду и школе». Ну, тема непростая по ряду причин. Я думаю, что вы сами знаете об этом не хуже меня, о том, что как таковой целенаправленной программы, единой, принятой, общей программы какой-то полового воспитания у нас нет. Нет, не принято. О чём бы я хотела сегодня с вами поговорить, да. Я, когда готовила вебинар, у меня столько вопросов, на самом деле, поднялось у самой на тему того, а как грамотно, да, сделать так, чтобы наши дети, ну, так скажем, вырастали в уверенных, в здоровых мужчин и женщин. И вот какого-то однозначного ответа, наверное, на этот вопрос я не нашла. И возможно ли вообще это в современных условиях? Возможно, и не будет. Мы меняемся, мир меняется, все изменения, которые происходят в мире, они точно так же отражаются и на системе воспитания. Ну, так или иначе, озвучу некоторые моменты, которые, ну, на которых всё-таки я, как психолог, да, буду останавливаться и как бы вам рекомендую на них делать акценты. Ну, давайте начнём с того, что, что же, собственно, есть, да, такое половое воспитание. То есть тема у нас неоднозначная. Неоднозначная почему? Потому что существуют разногласия, существуют различные мнения на тему того, что нужно ли им заниматься, не нужно ли им заниматься, надо ли нашим детям и подросткам данное воспитание, или это всё у нас остаётся, только ложится как бы на плечи родителей. Вот мне хотелось бы тоже определённый момент такой, да, чтобы вы нажали огонёчек, если вы считаете, то есть ваше мнение, что заниматься половым воспитанием нужно и в детском саду, и в школе. Если вы с этим согласны. Угу, вижу, да. Спасибо. Всё-таки публика у нас считает, что этим надо заниматься. Отчего у нас возникают различные разночтения и разногласия? Ну, вообще, половое воспитание зачастую путают с сексуальным просвещением, то есть так называемый секс-просвет. Я предлагаю придерживаться всё-таки таких нюансов, когда мы рассматриваем половое воспитание гораздо шире. Гораздо шире. Насколько шире? Смотрите. Вот половое воспитание как таковое – это воспитание пола, ну, если вот напрямую. А по сути, это воспитание детей, воспитание людей быть мужчинами, женщинами, то есть развиваться в соответствии со своим полом. И вот обратите, да, я тоже нашла пару определений полового воспитания. Это система медико-педагогических мер по воспитанию у родителей, детей, подростков и молодёжи правильное отношение к вопросам пола. Это достаточно широкое направление. Это не секс-просвет, это не сексуальное просвещение. Это воспитание личности мужчины или женщины. Это способность мужчины или женщины осознавать себя как мужчину-женщину, переживать определённые физиологические и поведенческие изменения, связанные со своей собственной идентификацией, то есть идентификацией по полу. Ну и также умение выстраивать комфортные отношения с людьми своего и противоположного пола. Вот в таком формате. Предлагаю вам это воспринимать. Основные направления. Ну вот основные направления, да, я взяла у нашего известного психолога-сексолога Виктора Кагана основные направления полового воспитания. Что же туда вот входит? Просто мне очень хочется, чтобы мы ушли вот от этой установки, когда половое воспитание, когда мы говорим, например, про школу, про детский сад, это не нужно делать, да. Зачем детям рассказывать что-то о сексе? Так это не рассказ о сексе. Вот это как раз таки есть сексуальное просвещение или образование, которым у нас не занимаются. Внутри будут аспекты, будут нюансы, но тоже только сообразно возрасту. Так каковы основные направления? Половое воспитание, оно помогает формированию психологической мужественности и женственности. То есть это обучение нормальному общению со сверстниками противоположного пола. Сексуальное воспитание, вот это внутри уже, да, внутри находится, направлено на оптимизацию формирования сексуально-эротических ориентаций и сексуального сознания. Ну, давайте скажем честно, да, как бы секс – это также неотъемлемая часть взрослой жизни. Это как бы одна из основных сфер жизни, которая присутствует именно в семейных взаимоотношениях, важная сфера. И как бы интимность или интимная близость – это вполне здоровый элемент, точнее не вполне, а точно здоровый элемент во взаимодействии мужчины и женщины. Мы говорим, естественно, о взрослых. Поэтому открещиваться от этого, ну, никак нельзя, потому что это наша жизнь, и к этой жизни мы детей тоже должны готовить. Подготовка к сознательному ответственному супружеству, подготовка к родительству – это формирование определенных репродуктивных установок, формирование здорового образа жизни, то есть некая превенция, да, которая есть в плане возникновения различных заболеваний, передающихся половым путем и других заболеваний, профилактика нарушений психосексуального развития и предупреждение растления и совращения детей и подростков. Вот на это направление я бы хотела прям отдельно обратить ваше внимание. Вот мне, как психологу, например, очень важно обращать внимание на безопасность. Что значит безопасность? На то, чтобы наши дети росли в безопасной среде. Вот одним из элементов этой безопасности является профилактика насилия, в том числе насилие сексуального, которое может совершаться взрослыми людьми в отношении несовершеннолетних. И половое воспитание, оно прежде всего направлено на то, чтобы вот этого самого насилия не допустить. Потому что если мы знаем, что можно, а что нельзя, мы знаем особенности своего тела, мы знаем, как с ним взаимодействовать, то мы не позволим другому человеку обращаться с нашим телом каким-то не таким образом. Принципы. Вот каковы основные принципы полового воспитания? То есть на чем строится содержание, на чем строятся методы? Здесь есть общие принципы, а здесь есть некие такие особые, которые касаются именно этого раздела воспитания. Вот все-таки я предлагаю смотреть на тему полового воспитания широко. То есть мы рассматриваем это широко каким образом? У нас есть общее воспитание, воспитание человека, воспитание личности. Внутри у нас есть воспитание духовно-нравственное, да, у нас там есть разные виды воспитания, эстетическое, допустим, да, патриотическое воспитание. И вот так же, вот в этой общей системе воспитания находится половое воспитание. На каких принципах хочу остановиться? Ну, понятно, принцип целеустремленности, что это подразумевает? Это подразумевает то, что информацию о определенных стадиях психосексуального развития мы даем ребенку сообразно вот этим самым стадиям психосексуального развития. То есть нет смысла ребенку, допустим, двух лет или, допустим, в том же самом детском саду рассказывать процесс полового акта, потому что для него это, ему это еще не нужно. У него еще и вопросов на эту тему не возникает. Принцип не навреди и принцип не стыди. Вот принцип не навреди, он касается чего? Он касается того, что вся поступающая к ребенку информация на тему пола, взросления, на тему, опять же, да, просвещения определенного в этих вопросах, она должна быть сообразна его уровню развития. Мы не идем, так скажем, прям заранее-заранее опережающими темпами. Мы идем в ногу, может быть, чуть раньше того периода, который настанет. И в той форме, теми словами, которые понятны ребенку, опять же, исходя из его интеллектуального и возрастного уровня. И принцип не стыди. Чего касается этот принцип? Ну, во-первых, человек, который занимается реализацией полового воспитания, не должен смущаться обсуждения каких-то тем. То есть у него не будет неудобных тем и не будет неудобных вопросов, на которые он не сможет ответить. Один из самых, наверное, неудобных вопросов, которые присутствуют, это вопрос относительно того, откуда я появился на свет. Я обычно его называю первый неудобный вопрос, который задает ребенок. И что происходит у нас в голове, да? То есть представьте себе ситуацию. Вам подходит трехлетка и говорит, «Мам, мам, а где ты меня взяла? Откуда я появился?» И сразу куча мыслей, наверное, происходит у мамы в голове, которая думает, как бы сейчас объяснить ребенку про пестики, тычинки или еще про что-то подобное. А его интересует совсем другой вопрос. «Где ты меня взяла?» Вы можете ответить достаточно однозначно. Ты сначала рос у меня в животике, а потом я тебя родила в роддоме. И ребенку этого возраста этой информации будет достаточно. Большего ему знать пока не нужно. Если он продолжает задавать вопросы, да, то вы конкретизируете свой ответ, но не уходить в биологию в такую с описанием или уж тем более с демонстрацией. Принцип опоры на положительное. Вот в данном случае, что мы еще можем сказать, да, самый лучший метод воспитания – это личный пример. Поэтому если вы будете говорить своим детям о том, как ведут себя мужчины, как ведут себя женщины, а сами этим принципом не следуете, то есть вы делаете обратно, то, скорее всего, да, это не будет иметь успех, это не будет иметь никакой результативности. То есть если, например, да, мужчина говорит о том, что девочек надо защищать, девочек нужно уважать, девочкам надо помогать, а сам тут же устраивает скандал со своей супругой, да, например, кричит на нее или говорит, сделай сама, или у меня там занят, или еще что-то подобное, то что запомнит его сын? Он запомнит именно ту манеру поведения, которая есть у его отца, как манеру мужского поведения. Вот здесь вот тоже не буду останавливаться, да, принцип индивидуального подхода, единства, обучения, воспитания, системности, последовательности. Останавливаюсь тоже вот на таком принципе. Принцип невозбуждения полового влечения. А что это означает? Это означает, что у нас есть определенные занятия, которые стимулируют сексуальное развитие. У нас есть игрушки, которые могут стимулировать это психосексуальное развитие, которые могут стимулировать возбуждение в эрогенных зонах и тем самым, да, ну, как бы провоцировать более раннее созревание и, соответственно, требования в определенной разрядке. Принцип невозбуждения, он говорит о том, что нам нужно уметь, как говорится, переключать внимание ребенка на другие виды интересных занятий, то есть учить его сублимации. Допустим, да, в детском возрасте, в детсадовском возрасте, да, в дошкольном возрасте, для того, чтобы то же самое, да, как бы снизить количество мастурбации у ребенка, ну, вот опять же, да, прилюдник какой-то, что мы можем делать? Мы можем показывать, как он может снимать напряжение, как можно делать себе массажик, например, бегать, прыгать, возможно, делать что-то руками, что-то ногами, то есть в активность вовлекая. У подростков очень хорошим видом сублимации является спортотворчество. Привести примеры таких игрушек? Я, конечно, могу привести пример таких игрушек, но они вам не понравятся. Если вы помните, есть такие замечательные игрушки-каталки, да, это лошадка раскачивающаяся с гладким сиденьем. И вот, например, для девочки такая игрушка будет стимулировать эрогенные зоны. Качание, когда папа качает ребёнка на ноге, да, не знаю, заставали ли вы такие развлечения или нет, то есть сажает на ножку и начинает качать ножку. И получается, вот эта генитальная область у девочки, она трётся, да, о ногу папы. Вот это игрушка, которая как раз-таки стимулирует возбуждение. Кстати, какое ещё, что ещё? Это неудобная и тесная одежда. То есть когда, например, ребёнку врезаются трусики, да, или когда они слишком натянутые, вот опять же, да, в зоне гениталий и пережимают там. Они тоже вызывают трение и вызывают сексуальное возбуждение. Здесь ответил на ваш вопрос. Есть, конечно, и другие игрушки. Я думаю, вы сами по принципу можете понять, что это за игрушки такие. Что в себя включает половое воспитание? Ну, вот смотрите, здесь есть две области. Да, у нас есть анатомо-физиологическая часть, куда входит половое созревание личной гигиены, информация, АЗПП. И есть социально-психологическая часть. Обратите внимание, насколько больше социально-психологическая часть. Почему я ещё раз хочу вас увести вот от этой темы секс-просвета? Потому что это вот просто набивает оскомину. Допустим, на Западе вот есть все эти уроки сексуального просвещения, чуть ли не с начальной школы, и вот это вот, ну, вроде как бы вредит. Мы говорим немножко не про то. И вот в социально-психологической части понятия мужественности, женственности, психологии межличностных отношений, культура общения, нравственная основа отношений, про любовь, про брак, про готовность к браку. Вот сейчас с включением в школу так называемого курса семьеведения, вот эта социально-психологическая часть, она охватывается. Более того, в ваших образовательных организациях вы охватываете эту часть, она есть. А вот анатомо-физиологическая часть, ну, насколько мне известно, она остается на окуп медицинским работникам. Когда приходит врач, собирает отдельно мальчиков, девочек и рассказывает о личной гигиене, тех же самых заболеваний, которые могут быть, о контрацепции и тому подобное. Но хотелось бы, чтобы у нас было меньше табуированности в этой теме. Что мы еще рассматриваем внутри? Вот опять же, это то, на что могут быть направлены ваши занятия. Я увидела в комментариях, что кто-то написал, что в школе, да, нужно половое воспитание, а в детском саду как бы нет. Вот вы знаете, я когда готовилась к теме, я наоборот пришла к выводу, что в школе-то может быть оно и не так востребовано, как в детском саду. Объясню почему. Потому что, опять же, это формирование пола, это воспитание пола. Если мы начнем заниматься воспитанием пола только в школе, мне кажется, это будет уже поздновато. Потому что к тому же самому первому классу, да, дети уже идут, ну, простите меня, сексуально просвещенные, которые уже смогли и в средствах массовой информации все узнать, и у более старших ребят. И вот в содержании полового воспитания, что мы рассматриваем, да, почему говорю, могут быть направлены ваши занятия. У вас есть свои программы. Допустим, в том же самом детском саду у воспитателя есть своя программа, которую он реализует. И вот в соответствии с этой программой можно включать занятия как раз-таки вот по этому содержанию. Например, на полуролевую социализацию. Полуролевая социализация – это развитие представлений о себе. То есть представьте себе, когда ребенок первый раз задает себе вопрос, кто я такой. И, как правило, как он на себе, как он себе на него отвечает. Это даже если вам сейчас задать вопрос. Вы кто? Мне кажется, первый ответ – это будет имя. А второй ответ – я. Это будет пол. Мужчина или женщина. Так вот, ребенку важно понимать, а кто такая я женщина? И вспомните, пожалуйста, в каком возрасте дети начинают носить одежду мамой, потому что я девочка. Или брать какие-то предметы папы, потому что я мальчик. Или буду делать так же, как папа, потому что я тоже мужчина. И вот эти все нюансы, представления о себе, о том, кто такой мужчина и женщина, чем они отличаются, как они себя ведут, как одеваются, в какие игрушки играют, начинается очень и очень рано. Даже еще до периода детского сада, до периода трех лет. И здесь это неотъемлемый элемент нормального, ну, скажем так, здорового функционирования человека. Это половая идентификация. Кто я по полу? Вот я кто? Я мальчик или девочка? У нас есть ведь пол как бы генетический, а есть пол социальный. И даже если генетический, например, у меня будет пол женский, то если я буду воспитана в таких условиях, в которых мне будут говорить о том, что я мальчик и вести себя как мальчик, то вполне возможно, что социально у меня сформируется пол, как у мальчика. И по крайней мере, что у меня будут формы поведения мужские, я, возможно, буду предпочитать виды занятия мужские, я буду выглядеть как мужчина. Это не значит, что у меня будет здоровая идентификация. Далее. Ну вот как раз то, о чём я уже сказала, да, половая идентификация, отождествление себя с представителями определённого пола. Дети начинают это делать очень рано. Естественно, сначала на примере своих родителей. У меня так же, как у мамы, да, то есть что-то у меня похожее. Но мы на самом деле, взрослые, начинаем делать это ещё раньше, чем это делают дети. Вспомните элементарно, да, как выписывают из роддома мальчиков и девочек. Вот здесь уже начинается половая идентификация. Для мальчиков там голубая ленточка, для девочек розовая ленточка. Когда вы покупаете тот же самый набор для новорождённых, он тоже будет, да, преимущественно, допустим, в синих цветах или преимущественно там в розовых цветах. То есть уже здесь эта идентификация произошла. Вы выбираете своему малышу игрушки, в которые должны играть девочки, а для мальчика игрушки, в которые должны играть мальчики. То же самое касается одежды. Поэтому вытащить или как-то убрать половое воспитание невозможно. Оно всё равно будет. Но вопрос, будет ли оно контролируемо вами, либо оно будет бесконтрольно. Это уже как бы вам решать. Но я думаю, что бесконтрольно ему быть оно не может. И вот теперь к тем понятиям, о которых я говорила. Да ещё это сексуальное воспитание. Ну вот сексуальное воспитание это уже процесс целенаправленного тоже педагогического воздействия на личность с целью формирования у неё сексуальной культуры и способности адекватно переживать и осознавать свои физиологические и психологические особенности в соответствии с установившимися в обществе нормами и правилами. То есть вот здесь, почему в скобочках сексуальное воспитание я поставила. Потому что, опять же, у нас чаще всего половое равно сексуальное. Но сразу на тему того, что мы можем говорить о сексе, а что мы не можем говорить о сексе, нам нужно понимать, что с детьми в возрасте до 16 лет нельзя изображать и описывать действия сексуального характера. Дальше вот этих вот рамок мы не вышли. Соответственно, что мы можем говорить? Мы можем говорить о каких-то моментах, мы можем говорить о каких-то особенностях, но они будут носить всё-таки, да, такой характер, когда вы не будете показывать какие-то картинки, да, когда вы не будете в красках, допустим, описывать сам процесс того же самого полового акта. И в этом нет необходимости. Ну и получается, что вот в связи с такой формулировкой мы не можем заниматься как таковым сексуальным просвещением до 16 лет. И на кого тогда ложится эта обязанность? Кто у нас чаще всего занимается сексуальным просвещением? Кто у нас занимается тем же самым половым воспитанием по факту? Как вы считаете? На кого эта обязанность накладывается? в основном, конечно же, на родителей. И мне бы интересно было спросить у вас, как у родителей, смущают ли вас вопросы ваших детей на эту тему? Если смущают, тоже поставьте огонёчек, чтобы было понятно. Не смущает. Как не сильно? Очень хорошо. Это здорово. Есть всё-таки, да? Немного. И вот теперь сексуальное просвещение. Вот сексуальное просвещение – это уже ознакомление с информацией о сексуальности, о том, что такое секс, что такое сексуальность, как это проявляется. И в любом случае любое просвещение, не обязательно сексуальное, любое просвещение также у нас будет соответствовать тем принципам, о которых я говорила выше. И при этом, опять же, сделаю акцент на чём? На том, что у нас нет как такового прям сильно превентивного заранее вот сексуального просвещения. Надо ли говорить с детьми в детском саду о сексе? Нет. Надо ли говорить с подростками о сексе? Да. Половое просвещение даёт возможность как бы получить достоверную информацию, во-первых. Во-вторых, разобраться в себе, то есть если у меня есть вопросы относительно себя. И плюс к этому просвещение, что нам даёт? Опять же, превентивную работу. Мы предупреждаем о том, какие могут быть риски в связи, допустим, с началом той же самой половой жизни. Есть ещё такие понятия, как сексуальное обучение и сексуальное образование. Вот эти пункты сексуальное обучение и сексуальное образование они нас не касаются. Почему? Потому что в образовательных организациях для детей, для несовершеннолетних вот эти виды не реализуются. Это уже для взрослых. И в целом, если посмотреть на сообщество наше, на социологическое сообщество, которое есть у нас, российское, они каким образом выходят из этой ситуации? Они говорят о том, что если у нас пока нет такой возможности заниматься полноценно тем же самым сексуальным просвещением в школе, тогда наша задача заниматься сексуальным просвещением среди взрослых, то есть среди родителей, которые в свою очередь будут подкованы в этих вопросах, в вопросах пола, в вопросах созревания, в вопросах сексуального развития и смогут уже давать своим людям. Пока таким вот образом. По поводу психосексуального развития. Да, вот я специально такую вам табличку хотела показать, чтобы вы понимали, что сексуальное развитие это такая же часть другого развития, любой другой стороны развития. И происходит оно начиная с пренатального периода и до самой старости. Поэтому выкинуть это тоже невозможно. Если дети не будут получать ответы на свои вопросы, они все равно эти ответы найдут. Вопрос только у кого. Кто реализует половое воспитание? Ну, спорный вопрос. Кто должен заниматься половым воспитанием? Опять же, в первую очередь я вам уже объяснила, что половая, полуролевая социализация, она у нас происходит на протяжении всей жизни. Это то, какой я мужчина или какая я женщина. Половая идентификация начинается с очень-очень раннего детства. Поэтому, естественно, в этот процесс будут включены родители. И на протяжении всего периода взросления. Далее. Опять к моменту. Нужно ли в школе половое воспитание, нужно ли оно в детском саду? Мое субъективное мнение, воспитатели должны тоже заниматься половым воспитанием по уровню развития ребёнка. Так же, как и в школе. Но это не будет, опять же, какой-то отдельной частью. Это будет, как бы, включено в процесс. Я могу вам прям пример привести, когда дети сами занимаются половым воспитанием. Знаменитая игра дочки-матери. Когда дети у нас в детском саду носят пупсиков. Вот взяли они пупсика. Что они делают? Они его одевают, раздевают, одевают шапочки, да, по погоде, носят его на ручках. Вот. Это тоже половое воспитание. Почему? Потому, почему я это делаю? Потому что она маленькая, не надо заботиться. Чья это обязанность? Это женская обязанность. Это моя лялечка, это мой ребёнок. Вот вам, пожалуйста, тоже момент половой идентификации. Раз я женщина, значит, я будущая мама. Значит, мне нужно заботиться о пупсике. Специальные органы включаются ли сюда специальные организации? Конечно же, да, это и медицинские работники, это могут быть и волонтёры. Но всё, что связано у нас, опять же, с половым воспитанием, у него нет каких-то нормативов, нет каких-то установок, нет определённых и общепринятых программ, которые можно было бы взять и реализовывать. Это, ну, опять, это определённая сложность, которая есть. По сути, просвещением заниматься могут все, кто угодно. Вопрос, опять же, в качестве этого просвещения. Каким источникам мы будем доверять? У нас средства массовой информации, да, они это делают порой очень бездумно и, ну, даже, ну, как бы на тему, да, того же самого сексуального воспитания, я имею в виду, уже для взрослых, очень много попадается такой ложной, заведомо ложной информации, что я думаю, что неужели взрослые люди действительно так думают. В настоящее время юридические аспекты, кто имеет право? Ну, вот ещё раз, да, кто у нас имеет право? У нас есть только в законодательстве определенные моменты касательно того, что мы не можем ни изображать, ни озвучивать действия сексуального характера с детьми до 16 лет. Соответственно, по сути дела, это никто не может делать. Исключение у нас составляет, если я не ошибаюсь, это медицинские работники. Но медицинский работник, опять же, это делает с целью предотвращения заболеваний, передающихся половым путём. Если мы возьмём, ну, допустим, обычную школу, и вы захотите устроить, допустим, там, классный час, как классный руководитель для своих подростков, и рассказывать им что-то на тему полового воспитания, то без разрешения администрации и согласия родителей вы не будете произносить слова, ну, как говорится, не то, что секс, да, вы не будете произносить, а вы не будете давать какие-то комментарии по самому процессу. Ну, допустим, вы не будете говорить про половой акт. у нас есть в рамках дисциплины биологии изучения данных предметов, где это происходит. Но есть прецеденты, есть, когда администрация школы включает в свою программу занятия по половому воспитанию, и здесь уже отбираются специалисты. У нас ведь вопрос еще в том, могут ли заниматься этим специалисты. Представьте себе, если вы возьмете, ну, и попросите прочитать лекцию о, там, не знаю, половом воспитании учителя труда. Будет ли это эффективно? Ему самому будет неудобно. Поэтому это должен быть человек, который понимает в этой теме, который ей в этой теме не стыдится и не будет пугаться, не будет стесняться и, ну, подростки могут очень хорошо засмущать. Поэтому сейчас, вот почему говорю, есть прецеденты, где это возможно. Есть прецеденты, где у нас люди занимаются половым воспитанием. То есть вот прям программа принята на уровне самого образовательного учреждения. Потому что, по сути дела, это остается на выбор организации. Ну, еще раз говорю, да, с исключением вот этого момента, который я сказала до 16 лет. Вот к общим рекомендациям. Я, конечно, потом разделила на детский сад и на школу, но вот акцент я хочу все-таки сделать на общих рекомендациях. Потому что, так или иначе, мы все равно будем с этим сталкиваться. Если вы будете сталкиваться с этим никак, допустим, может быть, даже не как в роли учителя, никак в роли воспитателя, но все равно столкнетесь в роли взрослого человека и столкнетесь в роли родителя. Какие существуют общие рекомендации вне зависимости от возраста? Во-первых, отвечаем честно на неудобные вопросы. Что считается неудобными вопросами? Мам, пап, откуда я появился? Мне бы прям очень хотелось узнать, да, скажите, пожалуйста, вот вы сами откуда узнали, точнее, откуда вы появились и когда вы это узнали. Что вам сказали родители? Мне прям очень хочется. Если вас нашли в капусте, нажмите огонечек, а если вас купили в магазине, нажмите ручку. Капусте. А, нет, есть кого в магазине купили. Прекрасно. То есть, вот это самые распространенные, наверное, ответы на вопросы, откуда я появился. Отвечать на эти вопросы надо честно. Что значит честно? Я уже пример привела. Когда ребенок задает вопрос, вы даете по уровню его развития. Из роддома. Недостаточно? Хочет он еще продолжение? Ага, сначала ты вырос у меня в животике. Он будет говорить, а как я туда попал? А ты попал туда от семечка папы. А где у папы, например, там эта семечка или еще что-то? Мы дальше даем информацию по уровню взросления. Я знаю, что сложно разговаривать на эти темы. Иногда не знаешь, как преподнести эту информацию. И вот в конце презентации я там специально подобрала литературу, где можно почитать. Причем там есть литература как для взрослых, как рассказывать детям. Также есть и для детей. Вот в таком дошкольном возрасте детей обычно, ну, те же в 2-3 года, вот такие вот ответы они вполне устраивают. А дальше вы можете взять фотоальбол и показать, откуда ребенок появился. Что вот сначала мы с папой так, потом мы поженились, потом вот тут у меня тут в животике растешь. Вот видишь, я беременна. Можно делать акценты определенные на это. Вот прошла беременная женщина, вы говорите, вот у нее тоже скоро будет малыш. Вот так же я тебя в животике носила. Даем своевременную, неизбыточную информацию. То есть не надо раньше времени описывать какие-то действия, если у ребенка вопросов еще не возникает. Вот эта вот своевременность, это очень важная рекомендация. Рекомендация почему? Потому что нам не надо торопить половое созревание. Оно все равно наступит. И вот этот момент, это опять же принцип невозбуждения. Если ребенок что-то увидел там в интернете, принес вам какую-то картинку, вы можете прокомментировать, но при этом не делайте большие глаза, не пугайтесь, о боже, никогда больше не подходили, где ты это взял, или еще что-то такое. Но описывать не надо, что там происходит. В зависимости от возраста. Далее. Называем вещи своими именами. Тоже, на мой взгляд, очень важный момент. Почему? Потому что этот важный момент опять же дает нам ощущение безопасности. Формирует личную безопасность. Приведу такой пример. У одного из сексологов был пример, который был связан с очень неприятной ситуацией, с ситуацией сексуального насилия. Мама у девочки, ее вагину называла печенькой. И получается, что когда ребенок рассказывал что-то родителям о том, что вот, а я поделилась печенькой, там вот с тем-то, с тем-то, например, или вот я дала дяде свою печеньку. Дядя у меня, например, печеньку ел. О чем вы можете подумать? Ну, печенька, печенька, ну, ничего такого. А в итоге, в итоге оказалось так, что вот этот взрослый дядя занимался как раз-таки сексуальным насилием с девочкой. И она рассказывала, и она говорила взрослым об этом. Но поняли ли они это? Нет. Поэтому вещи называть своими именами. Пенис – это пенис, вагина – это вагина. Чем раньше мы это начнем делать, ну, опять же, раньше по уровню взросления, да, то есть как у нас появляются, тем меньше путаницы или вот каких-то таких моментов будет возникать. И здесь, когда вы называете вещи своими именами, у нас уже не будет путаницы с некой терминологией. Разграничиваем. Правило, да, разграничиваем – это для детей, а это для взрослых. Что это означает? В определенном возрасте всем деткам свойственно влюбляться в своих родителей, ну, родителей противоположного пола. Это нормальная фаза возрастления. И, соответственно, если ребенок вас застал, ну, так скажем, в интимной ситуации, да, когда, допустим, вы с супругом какие-то действия делали, у него возникает естественно любопытство, да, и потом задает много вопросов. Вот тут мы для ребенка объясняем, что мы так с мамой любим друг друга. А на что он может сказать, да, а я тоже тебя люблю, со мной ты тоже так будешь делать? Нет. Я тебя люблю, я могу тебя обнять. Это только для взрослых. И вот это для детей, а это для взрослых. Получается, что фактически вот так делают только взрослые, и ты, когда вырастешь, ты будешь, например, это делать там со своей женой. Или ты будешь это делать со своим мужем. Позволяем детям исследовать свое тело. Ну, это, наверное, знаете, это больше касается моментов, связанных с мастурбацией. Во-первых, что значит исследовать свое тело? Вот есть рука, да, есть голова, есть нога, и точно так же у меня есть половые органы. От того, что я на них не смотрю, это не значит, что их нет. И, соответственно, для ребенка, опять же, в очень раннем возрасте, то есть, по сути, когда у них начинает формироваться собственная идентификация, это где-то, наверное, в возрасте год и восемь, год и восемь, и дальше поехали. Начинается интерес, вот интерес к половым органам в том числе. Почему возникает? Потому что это точно такая же штука, как нога, голова, рука, или еще что-то. И что делает ребенок? Он разглядывает, он пытается залезть руками, возможно, даже будет пытаться засунуть какие-то предметы. Почему? Потому что я хочу понять, что это за штука и для чего она нужна. Что с ней можно делать? И если в этой ситуации вы будете ребенка осуждать, стыдить, бить по рукам, что вы сделаете? Вы стигматизируете эту зону, что еще больше вызовет интерес к этой зоне. А, соответственно, исследование этой зоны дальше приведет опять же к гипервозбуждению. Помогаем сформировать границы. Тоже дальше будет это правило. Формируем границы. То есть границы себя и границы своего тела. Это правило «да», «нет». Это что можно, что нельзя. В своих границах, когда у нас есть эти границы, осязаемые, ощущаемые, то другому человеку будет гораздо сложнее что-то сделать мне, причинить какой-то вред, если я могу сказать «нет», если я не дам к себе прикасаться. И дальше я там тоже несколько рекомендаций тоже скажу. Создаем условия для интимности. Что значит условия для интимности? Это свое пространство. То есть у каждого ребенка есть свое пространство. И по мере взросления ему нужно этого пространства больше. Вспомните подростка. На что похожа комната подростка? Там лежат, возможно, подросток, ну если, как говорится, средний такой стандартный подросток, то это разбросано в неком творческом беспорядке, в каком-то хаотичном порядке. И вот в такой ситуации мама решает прийти в комнату и убраться. Прибирается. И потом у нас скандал. Почему? Потому что это мое. И вот это мое взрослый должен уважать. И это правило еще распространяется, знаете, на что? Вот даже взять маленького ребенка, того же самого, да, дошкольника. Представьте, да, к вам приходят гости. Вот у вас есть, допустим, трех-четырехлетний, четырехлетний малыш. И к вам приходят в гости. Там дядя, тетя, там с другими детьми, возможно. И обычная процедура, как говорится, приветствия. Вы там, не знаю, руки жмете друг другу, там обнимаетесь с кем-то, да, кого-то там целуете, возможно. И, соответственно, все видят вашего малыша-пухлеша, говорят, ой, боженьки, а кто это у нас такой хорошенький, кто это у нас такой красивенький? Айда-ка я тебя обниму. И вот тут ваш четырехлетний говорит, нет, я не хочу. Что должен сделать взрослый? Отойти на расстояние и сказать, хорошо? А теперь представьте, что вот этот вот взрослый, который есть, это не просто ваш какой-то друг, а это ваш родственный. Легко ли вы поддержите вот этот отказ ребенка? То есть зачастую это происходит таким образом, ну да ладно, ну ты что, ну это же твоя тетя, или там это твоя бабушка, или это твой дядя. Ребенок сказал, нет, это его интимная зона, это его пространство, это его граница, не надо туда вмешиваться. И уже с трех лет мы начинаем спрашивать у ребенка, а можно я тебя обниму? А можно я тебя поцелую? И если он соглашается, то вы это делаете, а если не соглашается, то не делаете. Вот так будут формироваться наши границы. Так будет формироваться правило того, что к моему телу могу прикасаться только я, а другой человек будет спрашивать у меня разрешение. Далее. В детском, вот тоже акценты, которые у нас есть про детский сад. Ну, во-первых, в детском саду, да, половое воспитание реализуется в рамках основной программы. Оно направлено на полуролевую социализацию и способствует половой идентификации. Мы здесь не занимаемся никаким сексуальным просвещением. Мы занимаемся чем? Мы занимаемся формированием мужского и женского поведения. Мы помогаем ребенку определиться, какой ты хочешь быть девочкой или каким ты хочешь быть мальчиком. Мы формируем, способствуем, точнее, формированию образцов мужского и женского поведения. Когда вы читаете с детьми сказки или рассказы, вспомните тот же сам Маршака, Маршака, да, про дядю Стеку, милиционера. Вот. Это половое воспитание. Ну и навыки гигиенической культуры и воспитание чувства безопасности. Это вот как раз те примеры, которые я сейчас привела, да, вот чуть ранее. Это о том, что если ребенок говорит, не трогай меня, или меня здесь трогать нельзя, мы не трогаем, мы уважаем его пространство. Мы не берем его личные вещи и там, ну, не перекладываем там куда-то. Вы делаете это вместе с ребенком. И здесь надо говорить еще о том, что должен знать уже ребенок, да, к уровню, так скажем, детского сада. Я сейчас это скажу, да, это правило нижнего белья. Мы не прикасаемся к той зоне, к той зоне тела, которая закрыта нижним бельем. То есть это трусика, трусики, маечка. То есть вот эту зону педагог не трогает. Проблемы какие могут быть? С какими проблемами сталкиваемся при реализации полового воспитания? Ну, во-первых, это разный уровень развития детей, разный опыт семейного воспитания. То есть примеры, да, то есть опять же гендерные примеры, примеры вот этого феминного и маскулинного поведения, которые есть в семье. То есть вы говорите, что мужчина там должен уступать девочкам, защищать девочек, да, а папа у меня, ну, я не знаю, например, там пьет и мама пьет. То есть как так? Что не все это делают? И тогда могут быть сложности. Наличие деструктивных навыков полуролевого поведения. Ну, это опять, да, дети, которые, возможно, видели половой акт. Это дети, может быть, в отношении которых совершались какие-то действия, да, насильственные, сексуального характера. Могут потом в играх это проигрывать. То есть это делать с другими детьми. Надо понимать и надо попытаться отделить, что это. Это насмотренная, и как бы я это делаю для хохма, чтобы вы посмеялись, посмотрели, привлекают к себе внимание. Либо это проигрывание поведения, то есть проигрывание какого-то опыта. Ну, мастурбация тоже, да. То есть в детском саду это нормально. Вообще, в принципе, мастурбация – это нормально. Реагировать на это, как на нечто невообразимо, жуткое, страшное, стыдное – нельзя. Какие здесь будут рекомендации на уровне детского сада? Ну, во-первых, формировать положительное отношение к таким ценностям, как я, другие люди, ценность своего тела, признание различий каких-то у мальчиков так, а у девочек вот так. Научить правилу трех шагов, чтобы они умели его применять. Если кто-то чужой к ним прикасается или делает что-то неприятное или неприемлемое, скажи «нет», уходи немедленно, расскажи взрослому. И тоже, да, акцент. Важно, чтобы ребенок знал правильные названия половых органов. И он был уверен, что его половые органы имеют точно такую же ценность, так и все остальные части тела. А, соответственно, если мы сами будем эту тему табуировать, то, естественно, она будет табуирована и у ребенка. Отвечать честно на вопрос, откуда я взялся и как я появился, без излишних деталей, только сообразно уровню развития. Что нужно знать ребенку уже в дошкольном возрасте? А знать ему нужно такие правила, как правила нижнего белья. Я уже сказала об этих правилах нижнего белья, что посторонние не должны касаться ребенка в местах, которые покрыты нижним бельем. А сам ребенок не касается этих мест у посторонних. То есть все так делают. Вот у всех так. Нет исключений. Правила плохих и хороших секретов. Когда взрослый человек совершил какие-то неприятные действия и назвал их наш маленький секрет, об этом нужно рассказать своим близким. То есть своим, допустим, родителям или взрослому, которому ты доверяешь. Правила приятных и неприятных прикосновений. Бывают безопасные прикосновения, которые не пугают ребенка, и на которые он согласен, а бывают опасные и недопустимые. То есть вот в этом правиле, что у нас есть, момент того, что с взрослением у нас интимное пространство, ребенка расширяется, оно растет. И допустим, с возраста где-то опять же трех, трех с половиной, четырех лет ребенок уже может самостоятельно помыться. Ну, вот как бы, да, полить себя, да, потереть себя где-то. И ему не нужно такого присутствия в ванной взрослого человека. А это накладывает определенный отпечаток. То, соответственно, ребенка, допустим, девочку моет мама с трех лет. Мальчик моет папу. Если ситуация, когда у нас только один родитель, да, ну, до пяти лет еще можно как-то протянуть с этим правилом. Но не более. И тут тоже какие-то прикосновения. Не надо. Даже при нытье лишний раз тереть гениталии. Струи водички, там, или вот просто побрызгать водой, ну, как говорится, сполоснуть водой вполне достаточно для гигиенических процедур. Если вы будете активно тереть, да, ну, вот любят так у нас частюли делать вот эти места, то есть гениталии ребенка, то тем самым вы уже идете к возбуждению, это ведет к возбуждению этих частей. Да, то есть, получается, ребенок испытывает сексуальное возбуждение, а, соответственно, будет напряжение, значит, нужна будет разрядка. Правила нет, уйди, расскажи. Когда ребенок подвергается каким-то неприятным действиям, да, нужно громко сказать, чтобы его не трогали, уйти и рассказать родителям. То есть, когда кто-то к тебе прикасается не так, как ты хочешь, не там, где ты хочешь, или вообще там, где ты считаешь ненужным, да, нужно сказать нет, да, если даже нет не работает, и взрослый может, например, или кто-то другой уговаривать, уходим, разворачиваемся и уходим. Обратите внимание, вот все эти правила, да, это правила полового воспитания, но они все касаются, прежде всего, этой безопасности. и половое воспитание в школе. Ну, тоже, да, в школе, я уже говорила, у нас отсутствует стандартизированная программа полового воспитания, нет уроков сексуального просвещения, но введем курс семьеведения, где есть разделы касательно, во-первых, полуролевой социализации, уже подготовки к браку к семье, да, непосредственно идентификации, с полом, приглашаются врачи для бесед со школьником, но нет подготовленных специалистов для реализации сексуального просвещения, что вот эта тема у нас находится в таком состоянии. И какие бы здесь могут, какие здесь могут быть рекомендации? Ну, давайте скажем честно, да, мы не будем с вами идти против закона, это раз, точно. Второй момент, мы, прежде чем заниматься реализацией именно сексуального просвещения у нас должно быть одобрено, это со стороны министерства, со стороны администрации учреждений и должно быть согласие родителей. А, соответственно, значит, работать надо в первую очередь с педагогами и с родителями. Потому что в некоторых историях, в некоторых ситуациях родители перекладывают ответственность за, даже за это на воспитателей или на педагогов, говоря о том, что и этому тоже нужно учить в школе. Согласна, что все должны работать в комплексе, в команде определенной, но есть вещи, о которых может сказать только родитель, а есть вещи, которые будут лучше услышаны именно от педагога, а не от родителей. вот акцент, да, для того, чтобы мы все же могли эту тему грамотно освещать, нам нужно делать, сместить немножко акценты, сместить акценты как с такового секса, с процесса секса, там, полового акта, еще что-то подобное, сместить на психологическую, физическую безопасность, на правила личных границ, на особенности психосексуального развития, на идентификацию тех чувств и эмоций, которые происходят при изменениях тела и на развитие положительного, толерантного отношения к своему телу, особенностях межличностных отношений между полами. Когда мы просто рассказываем ребенку о тех заболеваниях, которые могут передаваться ему половым путем и говорим о том, что там, ну, обязательно там надо предохраняться или еще что-то подобное, в большинстве случаев это не вызывает какой-то реакции. То есть это, ну, да, да, знаем, читали, слышали, еще что-то подобное. А если вы будете говорить детям, подросткам о том, что ты всегда можешь сказать «нет», ты не обязан соглашаться на контакт, на какой-то близкий контакт с человеком, с которым ты не уверен, ради того, что уже пора, ты можешь всегда передумать, нет какого-то возраста вступления в половую жизнь, в плане того, что мне уже там 16 или там 17 или 18, ну, все, я взрослая, уже надо бы, если ты не хочешь, ты не обязан. И это поможет ребенку, тому же самому подростку не вступать, не использовать половой контакт, то есть не использовать интимную близость как подмену какому-то чувству, если они будут понимать, что можно это выражать иначе. Вот это то, чем я хотела с вами сегодня поделиться. Литература, да, вот посмотрите, здесь достаточно большой список, она есть как бы в свободном доступе, что-то можно скачать, что-то заказать и рекомендую ознакомиться с ней и вам самим будет интересно и деткам вашим будет тоже интересно. У меня на сегодня все, какие будут ко мне вопросы, есть ли вопросы, то отвечу. нет, да, нужно пропагандировать. Ну, вот смотрите, я вообще против, наверное, слова как таковой пропаганды, мне больше нравится воспитание и просвещение, потому что пропагандировать, это мое исключительно, это, знаете, это как будто бы уже что-то позднее, вот надо пропагандировать, если нам надо что-то пропагандировать, значит у нас этого как-то вот нет. Поэтому здесь, мне кажется, вообще действует вот и в половом воспитании, да и в любом другом воспитании действует одно самое главное правило. Как в самолете, взрослый, позаботься о себе сначала, и если ты позаботишься о себе, и у тебя все хорошо, то у твоего ребенка тоже будет все хорошо. Спасибо, что были сегодня со мной. Успехов вам и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok